В округе завершается обновление парка Малаховское озеро. Вместе с представителями рабочей группы ход работ проверил замминистра по экологии и природопользованию Подмосковья Павел Бида. Мы отдаленный участок от города и та красота, которую для нас сделал губернатор и наш глава, мы очень счастливы и на самом деле мы довольны. И светло, и безопасность. Для созерцания местных красот, отдыха и прогулок, новые удобные лавочки, дорожки и освещение. Для детского досуга – современные игровые площадки. Помимо работ в самом парке, завершается преображение входной группы и благоустройство территории возле новой дамбы. Ту работу, которую мы сделали по восстановлению гидротехнических сооружений совместно с администрацией городского города Люберца, я оцениваю на твердую пятерку. Один из главных пунктов реконструкции парка – очистка Малаховского озера в процессе благоустройства. Некоторые проектные решения изменились, их пришлось дополнительно согласовывать. Поэтому от 140 тысяч кубометров ила водоем избавят только в следующем году. Финансирование работы уже подтверждено. Заказчик – Министерство экологии и природопользования Московской области. Я думаю, что перед жителем я должен извиниться и попросить потерпеть еще один год, когда мы уже сможем в первозданном виде радоваться красотой Малаховского озера. Перед очисткой водоема предстоит решить проблему незаконных стоков. Содействовать этому будет новая рабочая группа. Жители обратили внимание замминистра на то, что помощи одних лишь малаховцев недостаточно. Жители обратились с просьбой к Министерству экологии провести коммуникативную работу с нашими соседями, Раменским городским округом, для выстраивания взаимоотношений, дабы, когда озеро будет очищено, чтобы перед этим провести упреждающую работу по выявлению лиц, которые загрязняют наше озеро. Выявить несанкционированные стоки поможет низкая температура воды. С помощью тепловизора анализировать водоем начнут 1 ноября. А благоустройство парка и входной группы закончится в середине октября. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.